Добро пожаловать ребят на 19 этап Формулы 1 на Гран-при США. Ну что же, подходит постепенно к концу наш первый сезон Формулы 1. В принципе мы неплохо продвинулись, мы сделали наш Блит конкурентоспособным, который может бороться в следующем сезоне уже за основной титул и за кубок конструкторов. Конечно да, в теории если бы разработчики выпустили тот самый патч первого дня, где поменяли бы расстановку сил и сделали ее приближенной к реальной Формуле, то возможно расклад был бы совсем другим, мы бы уже выигрывали спокойно, ну точнее по крайней мере были бы все время на подиуме. По крайней мере у нас только сейчас появляется стабильность подиума в последних этапах, но надеюсь то, что в будущем сезоне мы уже будем стабильно выигрывать, выиграем кубок конструкторов, ну и самое главное чемпионский титул, ну а дальше уже как карта ляжет, а точнее тут есть несколько вариантов, я могу остаться в этой карьере, где у нас будут присутствовать батлеры и Вебер, которые нам перешли из Формулы 2 или же начать новую карьеру, когда выйдет новая расстановка сил и соответственно у нас уже будут в основном гонщики из Формулы 1, заместо одного того гонщика, которого я собственно и заменю. Ну и да, есть идея уже в какую команду даже пойти, и если вы следите за 18 Формулой, то вы можете заметить то, что я ездил за 3 разных команды, которые имели 3 разных двигателя. Собственно я не ездил за команду, которая имеет 1 определенный двигатель, и было бы неплохо это исправить. Ладно, вернемся к квалификации, где для нас все складывалось очень хорошо, во 2 сегменте я пытался пройти в 3 на мидиуме, поскольку хотел использовать тактику в 1 пидстоп, но, к сожалению, если бы я остался на мидиуме и не переездил в свой круг на софте, то я скорее всего бы вылетел в 2 сегменте, что очень и очень было бы для меня плохо. В 3 сегменте тоже пришлось выехать на 2 попытки, ну и собственно со 2 раза попал я сразу на 5 место, что уже неплохо для нас, и Ферстаппин расположился на 4 месте. Также во 2 сегменте у нас отвалился Леклер, и непонятно почему он отвалился, поскольку он ехал даже на софте, но все равно ему не хватило темпа, хотя вот вроде бы Феррари и Рэдбул должны иметь самый высокий темп, поскольку Мерседес сейчас постепенно начинает проигрывать, так как Мерседес очень мало привозит себе в принципе обновлений, и из-за этого даже мы уже постепенно-постепенно к ним подбираемся. Ну и собственно Остин, довольно схожая трасса с Сузукой в первом секторе, тоже скоростная секция S-поворотов, где мы можем уже протестировать нашу улучшенную аэродинамику с Мексики, поскольку именно этой аэродинамики мне не хватило тогда в Японии, чтобы иметь хороший темп для борьбы. Ну и да, Япония в принципе закончилась очень печально, поскольку я просто разбил свой баллист об Баттлера. Ну ладно, это уже совсем другая история. Стартовая решетка у нас. Первый Карл Сайенс, второй Себастьян Феттель, третий Макс Ферстаппин, четвертый я, пятый Льюис Хэмиттон, шестой Чака Перес, седьмой Микки Деван Баттлер, восьмой Даниэль Рикьярда, девятый Шарли Клер и десятый Вальтри Ботос. Довольно интересная стоп-десятка, как обычно все взяли штрафы, Ботос и Косли взяли штрафы. И Сайенс, который смог завивать полпозишн в квалификации. Уже третий заезд для него и второй полпозишн за три гонки. Ну и переходим к старту. Газ на красные огни и я срываюсь с места. Опять же, очень плохой старт по отношению к моим соперникам. Но, в отличие от Мексики, здесь очень короткий рывок до первого поворота, где я попытался прорваться с Хэмиттон, но я чуть позже затормозил, чуть-чуть не влетел в Ферстаппина, но благо все обошлось. Но с Хэмиттоном мы продолжили нашу борьбу, по итогу которой я смог отстоять свою четвертую позицию. Собственно, старт с ТВ-камеры Феттель у нас очень хорошо стартовал по отношению к Сайенсу, сразу же с ним поравнялся и уже в первом же повороте спокойно его прошел и начал вести в гонки. Также позади все ходили бок о бок у нас и уже ближе к Эске все сформировались в этот паровозик, так что кто-то смог отыграть позиции, кто-то смог защитить свои позиции. Я же начал потихоньку отставать от впереди идущей тройки, поскольку мне просто не хватало темпа из-за того, что мой софт уже был более убитый, нежели у моих оппонентов. И в принципе в Америке я понял то, что в следующем сезоне надо будет делать основной упор на шасси, поскольку у нас очень большие проблемы именно с шинами, с весом, и это надо все компенсировать. Плюс также у нас самое худшее шасси в данный момент в Пелотоне, и мы имеем уже неплохое такое отставание до ближайшего нашего конкурента. Ладно, тем временем у нас Гасли пытается пройти Ботоса, из-за чего они оба замедляются очень сильно. К этому времени к ним подваливает уже потихоньку Леклер, который приведет для себя очень хороший заезд. Начав в середине Пелотона, он неплохо сможет прорваться, плюс у него была другая стратегия в отличие от всех. У него была стратегия, опять же, 2 пинстопа, как у всех точнее, но при этом он стартовал на Мидиуме, и потом перейдет снова на Мидиум, и в конце будет уже ехать на софте. Плюс этой стратегии в том, что софт тех, кто стартовал на нем после квалификации, очень быстро отживет свое время, и по итогу Мидиум Леклер начнет действовать намного лучше. За счет этого он сможет еще дольше продержаться на трассе и сделать эдакий оверкат по отношению к некоторым пилотам. Собственно, что и происходит, у всех, кто был впереди на софте, он начинает спокойно обходить гонщиков, прошел Гасли, потом ботуса без каких-либо проблем догнал и обогнал, ну и в принципе потихоньку начал прорываться вперед. Я же решил сделать андеркат, поскольку на софте я уже чувствовал себя очень некомфортно, я не мог контролировать полностью машину, я плохо проходил повороты, терял кучу времени, я решил, что лучше я сделаю сейчас пистоп, чем пройду еще один круг и потеряю еще секунду-две по отношению к лидерам. В принципе, тактика сыграла свое дело, и я по итогу сделал неплохой такой андеркат по отношению к впереди идущим лидерам. Сначала догнал Грожана и Джиннадз, которых обошел спокойно в третьем секторе, но тем временем, да, Леклер продолжал свой прорыв, прошел батлера, который еще заблокировал передние колеса на торможении, и в тот момент уже Леклер был, по сути, проблемой для всех лидеров, потому что у него был очень хороший, опять же, темп. Все какое-то время я догнал впереди идущую группу из четырех аж болидов, где Хюлькенберг боролся с Албаном, также Гасли уже успел проиграть позицию в Виберу, ну и по итогу, да, с Албаном я разобрался еще до шпильки, но вышли бок о бок, по итогу я лучше вышел, за счет того, что у меня все-таки был медиум более свежий, чем у Албана, а его старый уже поношный вовсю софт. С Хюлькенбергом я разобрался, в принципе, тоже до конца этого круга, в последнем повороте я к нему приблизился, и в последнем повороте смог с ним поравняться, также еще и Гасли уходил на пистоп, что немного замедлило Хюлькенберга. Тут, да, конечно, я немного срезал, но, блин, начал очень рано поворачивать, не спорю, но я не смог опередить тут минут Хюлькенберга. По ткани с прямой я все-таки смог обойти Хюлькенберга, подрубив обгонный режим, там мы прошли бок о бок первый поворот, но за счет того, что я был на внутренней траектории, у меня был лучший выход, я смог уже прогнаться за Расселом, который шел вот мне тоже на четвертой позиции. Догнал его, без киклива проблем обошел напрямую, пытался как можно меньше потратить время на обгон данных болидов, поскольку позади уже был Феттель, который переобулся на второй свой софт, соответственно, он был быстрее меня, и у меня надо было как можно быстрее оторваться от него, благо его задержал Вебер и Хюлькенберга. По счету этого я оторвался от него, но также позади был еще и Сайенс, который выехал тоже перед Феттелем, и уже меня он пытался догнать. Я так обогнал Райканина, но я не совсем, конечно, обогнал, мы с ним немного поборолись, я потерял на этом время, также потихоньку начал изношать свои покрышки, ну и впереди, да, меня шел Леклер, который также заехал на питстоп. На следующий круг я совершаю ошибку на выходе напрямую, по итогу у меня проходит Сайенс, у которого также был еще и ДРС к этому, но у меня был Слипстрим, за счет которого я не отстал от Сайенс, даже начал его потихоньку догонять вперед, ну и потом я просто решаю, нырнуть там внутреннюю траекторию, из-за чего у нас происходит небольшой контакт с Сайенсом, он теряет левую часть переднего антикрыла, так сказать, тактики Макса Ферстапина, ну не зря же он все-таки ко мне перешел, надо чему-то научиться у своего напарника, так что до скорого времени он станет два Макса Ферстапина в одной команде. Ну ладно, к этому моменту к нам подъехал уже Феттель, который наблюдал за нашей борьбой, и также пытался где-то вклиниться в нее, и у него это получилось на старт финишной прямой, за счет лучшего выхода Слипстрима и ДРСа. Я, конечно, попытался уехать влево немного, точнее, из-за своей опять ошибки на выходе, он меня начал обгонять спокойно, и он на торможении решает еще достать Сайенса, но также ломается переднее антикрыло уже с правой стороны только, и по итогу передо мной ехало, по сути, два инвалида, но на прямых они очень и очень были быстрые, что было для меня некоторой проблемой. Ну ладно, по крайней мере Феттель был для меня проблемой, Сайенс у меня разобрался в скоростных поворотах, поскольку тут он терял кучу времени, по внутренней траектории уже там в шестом повороте его смог таки обойти. С Феттелем мне пришлось повозиться, в данном повороте самое главное было не въезжать в его Слипстрим, поскольку в нем можно было потерять кучу прижимной силы, и ехать примерно плюс-минус как Феттель, даже, скорее всего, хуже. К этому моменту нас также еще догнали Ферстаппин, и Леклер после своего пидстопа, который тут же атакует Ферстаппина, без каких-либо проблем его обходит. Я же к этой стадии гонки пытался как можно быстрее отъехать от позади идущего Сайенса и Феттеля, но никак это не удавалось у меня, поскольку все-таки софт, который плюс-минус помогал им проходить трассу в плюс-минус моем же темпе. На пятнадцатом кругу Сайенс меня проходит в борьбе за лидерство без каких-либо проблем, я его пытаюсь оттеснить как можно ближе к внутренней части поворота, но это не особо сильно получается, он все равно более-менее неплохо проходит поворот. Ну и по итогу я решаю в этот момент то, что окей, сделаю сейчас пидстоп, поскольку у меня будет дальше идти хард, и транс кругов он без проблем выдержит, в отличие от медиума, который уже едет 11 кругов, и постепенно-постепенно начинает сдавать свои позиции, я перестаю ехать так быстро, даже Сайенс, который шел на софте, смог без проблем меня обойти. Хотя вроде бы у него повреждено передене кролла, и в осени это очень неплохо должно сказываться на темпе, но Сайенс едет очень и очень хорошо. Позади меня в этот момент уже появился Леклер, который успел обойти своего напарника Феттеля, которого также еще и успел обойти Макс Ферстаппен. Ну и давайте посмотрим, как это было, собственно. Феттель уже не имел ДРСа, поскольку он от нас отстал неплохо от Сайенса, по крайней мере, и, собственно, спокойно проходит вот Леклер, ну и потом Ферстаппен пытается так же по внутренней траектории еще пройти Леклера, но ему этого не удается, к сожалению, и по итогу Леклер выходит на третью позицию, но кругом позже уже и выходит на первую позицию, без проблем догнав Сайенсов по воротах, поскольку он там много времени терял. Ну и что же, после своего Петтопа вышел на седьмую позицию, позади меня был Ферстаппен, и между нами было, ну, неплохое расстояние, которое я хотел бы удержать, но у Макса был все-таки Мидиум, поэтому он был бы быстрее в некоторых частях трассы, так что мне надо было делать на это упор, и пытаться как можно меньше терять времени на обгон Блидов, которые еще не делали свой второй Петтоп. Также Хэмилтон очень сильно отстал от нас, поскольку, как я предположил, в борьбе с Леклером он повредил переднее антикрыло после своего первого Петтопа, из-за чего он сильно начал отставать, ну и, собственно, на выходе можно было заметить из затяжного правого поворота, как он плохо выходит, он его сносит налево, и по итогу, да, он отправился на Петтоп, но теряет очень много позиций, что очень хорошо для Феттеля, поскольку Феттель-то не сильно много потерял в темпе, и у Феттеля еще были какие-то шансы приехать на хорошие очки, в отличие от Хэмилтона, который, к сожалению, гонку закончит в неочковой зоне, а у нас всего лишь остается уже два этапа, и Феттель на момент Америки имел преимущество над Льюисом в 27 лет очков, то есть примерно в одну гонку, соответственно, уже в Бразилии мы будем наблюдать за судьбой чемпионского титула, и посмотрим, сможет ли Феттель взять свой пятый чемпионский титул, или же Льюис возьмет свой шестой. Ну и, собственно, да, с Ферстаппиным мы развернулись позициями, я подумал, что ладно, не буду его задерживать, лучше он выиграет эту гонку, я постараюсь приехать на вторую позицию, задержав позади себя Леклера, что мне примерно удавалось, три его атаки я по итогу смог отбить, но, к сожалению, все-таки у Леклера был софт, а у меня хард уже изношенный, и можно было бы понять, что он сможет меня все-таки рано или поздно обогнать. Вопрос был в том, что насколько сильно я смогу задержать Леклера позади, чтобы он успел обогнать еще и Макса. Но, к сожалению, забегая вперед, я этого не смог сделать. По итогу, да, Леклер меня обогнал еще за пять кругов до конца гонки, соответственно, у него было время на то, чтобы догнать Макса, поскольку он недалеко от нас уехал, хотя я ждал то, что с такой упорной борьбой он все-таки сможет оторваться на секунду 6-7. Но, нет, дальше, чем на четыре секунды он не оторвался, по итогу за два круга до конца гонки Леклер догнал Ферстаппина и обогнал. К сожалению, Ферстаппин никак не смог навязать борьбу. У меня были, конечно, мысли, может быть, Ферстаппин к последнему кругу приблизиться к Леклеру и сможет его опередить, но нет. К сожалению, Леклер у нас выигрывает на этом этапе. Также Перис пытался еще выйти на третью позицию. Единственное, его хорошая атака и все. Дальше к концу гонки он не смог никак уже атаковать, поскольку он отстал и плюс еще Батлер позади начал с ним уже борьбу, что позволило мне остаться на своем третьем месте. К сожалению, хотел я наш дубль с Ферстаппином, чтобы я был на первом, а он на втором. Но по итогу, ладно, я решил, что пусть будет дубль, Ферстаппин будет на первом, но по итогу, да. Второе, третье место. Неплохой результат, но хотелось бы все-таки первое и второе место. Но имеем, что имеем. Но, по крайней мере, это показывает то, что мы работаем в правильном направлении, наши модификации приносят плоды, и мы с каждым этапом начинаем ехать все быстрее, быстрее, быстрее. Так, видать, уже и будем на первом и втором месте стабильно поезжать во втором сезоне. Но Леклер все-таки отдать ему почтение. Он провел неплохую для себя гонку, стартовал в середине пилотона, он смог прорваться и выиграть гонку на довольно неплохой стратегии в два медиума и софт. Для Сайенса и Феттли, конечно, да, гонки прошли не очень хорошо, потому что один и второй сломался передние эти крылья. Точнее даже можно сказать, что для Сайенса прошла плохо гонка, Феттли все-таки смог финишировать на шестой или седьмой даже позиции, то есть заработать кое-какие очки и оторваться чуть-чуть от Льюиса. И по итогу теперь Льюису надо выиграть гонку и чтобы Феттли еще не заехал вообще ни в какие очки. И так, чтобы продолжилось еще и в Абудабе. Но я думаю, что для Феттли не составит никакого труда хотя бы выиграть пару-трех очков и тем самым выиграть чемпионский титул. Но тут уж как пойдет, всякое может быть, может быть и Феттли вылетит из гонки, может быть и Юис вылетит из гонки, кто его знает. Для нас же неплохо, все-таки ладно, Ферстаппина сложилась гонка, мы вторые, третьи. Эклер выиграл гонку, четвертый у нас Чака Перес, пятый Дэвон Батлер и шестой Вальтери Боттас. Но я делаю все-таки ставку на то, что уже мы на следующем этапе увидим Феттли победителем в личном зачете. Но в Кубке Конструкторов у нас все-таки еще разгорается борьба. Но в нынешней ситуации Мерседеса я думаю, что Мерседес проиграет эту борьбу в Бразилии, из-за чего проиграет, в принципе, Кубок Конструкторов еще. Для Ротбулла поганая была гонка, по Гасле особо не было темпа, ну а Сайенс, как мы знаем, повредил переднить крыло, из-за чего потерял немало позиций на его замене. По контактам, я как понял, все-таки игра не засчитывает все контакты, точнее, даже предупреждения, потому что не было предупреждения о том, что Рьюис с кем-то столкнулся, но я думаю, что это опять же был Леклер, так как после того, как Леклер пошел у Хэммитона, то у Хэммитона упал собственно и темп на круге. Но окей, всякое может быть, может быть он с кем-то другим столкнулся, я этого не видел, забыл, точнее, даже посмотреть. По поводу модификации, я не буду никакую модификацию брать, я вложу в отдел качества в ДВС, чтобы нам точно приехала модификация на Бразилию, и также, чтобы на следующем этапе нам приехала, точнее, в Абу-Даби. Еще одна модификация на мощность, уже мелкая, и в начало нового сезона попытаюсь взять сразу три глобальных модификации, это вот на мощность, одна и две на прижимную силу. Ну и также надо будет не забыть адаптировать элементы на износ, по крайней мере, с шасси. Ладно, мы на следующем сезоне начнем им заниматься. На этом я, ребята, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока, и удачи вам.